Это совсем другая история. Там совершенно другая стилистика спектакля. Там игралые герои проходят через мир игрушек. И это создает балет. Такая среда игрушек. Я думал о том, что люди, которые... Мы все играли в детстве, а те, которые имеют возможность сейчас купить хоккейный клуб, машину, яхту с вертолетом. Это уже играющие мальчики такие. Мы всю жизнь все-таки играем в какое-то недоигранное детство. Поэтому там спектакль вот в такой специфике сделан. Именно среди игрушек, балет, который создает аэропорт, вокзал. А здесь нужно было все это реально. Поэтому, естественно, здесь это огромные такие массовки. Огромные. Это и вокзал, это и аэропорт, это и Красная площадь. Поэтому здесь, конечно, нужно было все это перенести. Мне кажется, что просто вот эти сказочные обстоятельства, которые основаны, в принципе, на реальной истории. О том, что человек должен верить в свою мечту. И если ты веришь твердо в свою мечту, то вся вселенная начинает тебе помогать. Паула Куэлья говорит. И поэтому, вот мне кажется, что это мечта. Потому что там есть несколько моментов, которые абсолютно исторические. Вот Борятинский мы говорили, что мы снимали. Действительно, это история вот этого рода Борятинских. Тоже история с девочкой, что один человек пришел и сказал, что у меня дочь не может никак выйти. Она хочет выйти за принца. И через два года он пришел и говорит, слушай, я не знаю, что происходит, но она вышла за принца. У нее дети сейчас принцессы и принцы. Поэтому мне кажется, что вот в этом самое главное. Ну, конечно, в России. Там интересно было с Ришаром поработать. А вообще интересно было вот в этих... В далеком Подмосковье, где строилась вот эта декорация этого орла. В этом разрушенном храме, который, так сказать, там все превратилось в... Туда не могли въехать даже все машины, потому что там огромное количество машин. Там сделали специальную площадку. То есть все, конечно, было очень интересно. Вообще все мне было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok